Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на танке ЮДИС-15-16. Кстати, довольно-таки грамотные действия игрока. Многие могут подумать, что раз СТ-шка, то и действовать она должна очень аккуратно. А между прочим, тут практически непробиваемая башня в некоторых условиях. То есть, действительно, танчить данная СТ-шка от УВН, естественно, от башни может очень хорошо. Ну и, друзья, напоминаю вам, что вы можете по-прежнему выиграть золото. Только обратите внимание, что немножечко поменялись некоторые условия награждения. То есть, если раньше подарок приходил сразу, то теперь его нужно подождать примерно неделю-две. Я пишу максимум, ну, именно месяц, там, могу два месяца написать, но это чисто от балды я пишу в плане того, что вот это максимальный срок месяц. Два месяца это вряд ли, тут я ошибся вообще, что два месяца написал. Ну, а так, месяц это самое максимальное, сколько придется ждать, а так недели-две, может быть, даже гораздо меньше. Но зато вы получаете не 500 золота, а сразу 1000. Я считаю, что ради этого стоит подождать. Все по-прежнему, пишите комментарии и указывайте свой игровой ник. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, осталось всего ничего, то есть, очень мало голда осталось. Сейчас-то уж точно нужно выигрывать. Посмотрим, получится ли у меня это или нет. Буду цариться в коэффициент 3 хотя бы. Или, возможно, и больше. Так, давайте, ну, почти 4 коэффициента. Ну, на мой взгляд, довольно неплохо получалось. Также вот такой вот вам промокодик, даст вам 50 золота на сайте, сможете бесплатно поиграть. Ссылка на сайт в описании. Итак, друзья, интересное умозаключение выдало недавно тут леста. То, что уход варгейминга из России практически не сказался на количестве игроков в мир танков, мир кораблей и танксблиц. Сейчас ежедневная аудитория трех игр составляет полтора миллиона человек. 13 октября 2022 года World of Tanks, World of Warships и также BDX сменили свои названия в России и Белоруссии. Ну, короче, интересная новость в плане того, что как это вообще получается, что часть игроков ушло, безвозвратно ушло на европейский сервер, но при этом онлайн на ру-кластере остался такой же. На самом деле, мне кажется, тут все просто, если подсчитывать именно просто онлайн, когда именно люди уходили, там он был гораздо меньше, сейчас всякие акции, сейчас уже люди готовы играть дальше. И, соответственно, просто больше активных аккаунтов было, нежели тогда, когда было отсоединение. И поэтому и не так заметно вот это вот количество игроков, которое ушло. Мне кажется, все-таки оно не такое уж и маленькое, там, может быть, 10-20 процентов, ну, это так, на скидку. На самом деле, это тоже многое и, в общем, интересная математика средствия у нас тут получается. Далее, друзья, любопытная акция, может быть, не все ее оценят, потому что все-таки тут нужно донатить. Ну, донатить всего 55 рублей, но при этом получаете вы очень много. Не то, чтобы я там рекламировал сейчас донат, можете не донатить. Просто это предложение именно из-за того, что, ну, соответственно, новые сервера, не то, что новые сервера, короче, и группы переименовали, как бы она отсоединилась от Европы именно со всем. Ну, соответственно, 7 дней танкового премиум аккаунта, боевые задачи на x5 опыта, резервы к боевому опыту 100%, 10 резервов 50% кредитом, на 1 час и купон на скидку 25% на все товары. Кроме некоторых специальных предложений. Ну, на самом деле, получается, что это действительно выгодный товар за 55 рублей. Потому что, если брать отдельно даже премиум аккаунт, он будет стоить гораздо дороже. Ну, в общем, решайте сами, нужно или нет. Наверное, потом этот набор исчезнет. Также сегодня разработчики анонсировали хлынские всякие приблуды, новый режим, короче. Я заметил то, что можно тут в качестве наград, например, получить 200 бон. Это, наверное, соответственно, несколько раз можно будет получить, я так понимаю. И, соответственно, также много тут всяких наклейок, естественно, на танк, но это уже типично. Но также можно будет уникальный экипаж получить из ведьм. При этом разработчики отметили, что, соответственно, если вы сможете собрать весь экипаж из пяти ведьм, включая кота, он тоже, видимо, считается ведьмой, то вы получаете уникальную озвучку, и все пять, соответственно, персонажей будут говорить в бою. Ну, в общем, я так посмотрел этот режим, конечно, многие у нас на рук кластеры ждали мирный, потому что он, в принципе, полюбился игрокам. Мне кажется, что все-таки в разработке данного режима более принимали участие европейские разработчики, потому что очень похоже именно на европейскую концепцию. Возможно, это мои такие впечатления, ну, не совсем корректные, но тем не менее. И, соответственно, весь смысл в том, что, как бы, хэллоуиновский режим гоняете на всех скоростях без смертей, короче. Ну, то есть, если даже вас уничтожают, вы потом быстро восстанавливаете свой танк и продолжаете сражение. Много разнообразных способностей, там, увеличение ХП, орудие, которое может поджигать противника, также дополнительный, там, урон, ДПМ, то есть, значительно у танка увеличивается щит и так далее. Все это, понятное дело, можно подбирать на карте. Соответственно, все это выглядит, на первый взгляд, весело. Ну, сам сеттинг, действительно, неплохо сделан. Ну, то есть, это, конечно, старая карта, но при этом, тут видно, что постарались над стилистикой хэллоуина. Ну, будет ли это интересно, прям, это нужно смотреть уже по ходу дела, запускать режим. На первый взгляд, ну, по крайней мере, поиграть можно будет. Ну, вот насчет наград, ну, как-то я лично, не знаю, как вы, уже не очень-то и хорошо воспринимая какой-то там экипаж, как серьезную награду, мне кажется, даже экипаж с какой-то уникальной озвучкой, это уже, ну, не так уж и круто. Хотя, конечно, смотря еще какой экипаж, например, того же Шварценеггера там или Чек Норриса, было получить, конечно, очень прикольно. И сейчас те, кто не получил, наверное, жалеют. Но, тем не менее, в принципе, нас интересует, конечно, в первую очередь награды, может быть, там в виде танков. Тут, я как понял, танков никаких не будет в награду, но будут боны, будут расходники, и также нам еще и придется за свое серебро покупать расходники для данного режима. Фармить там не получится, что очень жаль, потому что, ну, игроки, в принципе, очень рады, когда в фан-режиме можно хорошо пофармить, так как серебро вечно заканчивается. Посмотрим в итоге, что получится на первый взгляд, просто неплохо, то есть обычный типичный режим на Хэллоуина, раз он временный, и, соответственно, лично я такого не очень часто увидел. В игре у нас так, что можно будет попробовать. Далее у нас, соответственно, конкурс от Леста, это ВКонтакте он проходит, на всякий случай, просто напоминаю, до 1 ноября можно поучаствовать. Условия там можете в официальной группе ВКонтакте найти, можно выиграть уникальный компьютер с хорошей видеокартой, и также 360 дней прям, то есть на год практически, и также тут у нас 30 прям танков еще разыгрывается. Стоит заучаствовать, но только если вы, соответственно, не боитесь проиграть. Я всегда говорил и буду говорить, что участвовать в каких-либо конкурсах нужно только в том случае, если вы воспринимаете поражение как просто, ну и пофигу. Типа не выиграл и не выиграл, то есть рассчитывать на то, что вы выиграете в таких вот конкурсах, ну, я бы не советовал бы. Не то, что я там упрекаю Лесту, что он там вам призы не даст, я уверен, что они дадут, потому что нафиг нужно репутационный удар там давать. Я думаю, все дадут победителям. В этом, я думаю, проблем никаких не должно возникнуть, просто, ну, шанс выиграть не очень большой, но если хотите попытать удачу, можно попробовать. Д-д-д-друзья, бонус-код Мир Танков, вы можете его сейчас видеть на экране на своем, соответственно, бонус-код этот действует до 23 октября. Напоминаю вам о его активации, не забудьте это сделать, в принципе, там неплохие плюшки, так что рекомендую. И всем удачи, всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok